Всем привет! Сегодня я расскажу про складной нож Ontario Desire Arrow D2. Нож выполнен из... сам клинок из стали D2, а рукоять у него из G10. Итак, комплект поставки достаточно простой, даже как для китайских ножей. Это вот просто ножек, никаких пакетиков силикагеля, инструкций, бумажек, ничего этого нету. Это просто нож. Причем, конструктивно он максимально простой, облегченный и за ту цену, что за него хочет производитель, можно взять полтора ножа китайских из стали D2, тех же Firebird. Это так, к примеру. Возможно, это просто мое субъективное мнение, потому что мне нож, скажем так, больше не понравился, чем понравился. Ну, давайте обо всем по порядку. Длина в разложенном состоянии 208 мм, длина клинка около 92 мм, нож легенький, плашек стальных в рукоятях у него нету, рукояти это две пластиковых плашки. Внутри к одной из них прикреплена пружинка лайнера, и к ней же крепится клипса. Клипса достаточно длинная, достаточно жесткая, но, тем не менее, из-за ее длины достаточно большой, есть хороший риск ее отогнуть, случайно разогнуть. Лайнер крепится к плашкам вот этими вот двумя винтиками под клипсой, никаких дополнительных проставок, кроме хвостовой и оси клинка у нас здесь нету, из-за этого у нас рукояти играют жесткость на сдавливание так себе. Внутренние части немножко снята фасочка, при резе руку не наминают, ухватистость самих накладок очень хорошая, рука не скользит, рукоять сама по себе симметричная, что так, что так. Заточка у нас здесь только с одной стороны, это такое фальш-лезвие, просто дизайнерское решение, оно не заточено. Шпенек однорукий, только с одной стороны у нас есть, только правой рукой открывать его удобно, а левой рукой открывать его у нас уже не получится. На пружинке лайнера у нас здесь нету никакой дополнительной насечки, чтобы ее проще было отжимать. Открывать ножик можно просто выбрасывая его, как мы видим, это можно сделать, если натренироваться с первого раза. Ну и в остальном ножик такой, порезать овощи, фрукты, стильный дизайн. Правда, вот материал рукояти за счет своей шершавости, мне кажется, будет сильно протирать одежду, если носить его где-то на кармане данный ножик. По заточке очень хороший, сталь вроде как Д2 должна быть. Это ножик вот такой вот, что-то тыкать им больше в форме клинка. Ну и для фанатов, есть фанаты такой заточки, это такое что-то более армейское, ну и легкое. Какие-то силовые виды работы, я сомневаюсь, что им можно производить, потому что рукоять имеет недостаточную жесткость и прочность. Такой вот нож Desire Aero D2 в марке Ontario. На этом все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok